Вы можете приобрести билеты в меню? С первого рабочего дня интерес к новому кассиру зоопарка даже повыше, чем к некоторым животным. Маленькие посетители обходят его стороной, смотрят с опаской, изучают издалека. И только самые отважные готовы пожать руку. Пока робот, разработанный студентами ДГТУ, проходит стажировку, работает в тестовом режиме. Ему же только продавать и распечатывать входные билеты. Сейчас будет обкатка, то есть возможны какие-то небольшие сбои, но на этот случай всегда, если даже невозможно онлайн-билет взять у робота, то в кассах будет возможность выдачи его. То есть мы специально подобрали такой, скажем так, невысокий сезон, когда не очень много посетителей, чтобы отработать именно всю эту систему. Я думаю, уже к высокому сезону следующего года эта система будет уже отработана и будет уже не один робот. Подучившись, робот сможет выводить на сенсорные экран новости о животных зоопарка и анонсировать мероприятие. А еще жестикулируя, отвечать на вопросы посетителей, распознавать и анализировать их речь, чтобы подружиться. Пока же человек и машина говорят на разных языках. Жирафа, видел ты? Жирафа. Или Минемота? На обиженных воду водят. С появлением робота-кассира стала возможна продажа онлайн-билетов через сайт зоопарка, что поможет уменьшить очереди указ. Здесь без очереди, быстренько подошел, оплатил и все. Причем безналичные, это очень удобно. Детям нравится. И детям нравится, да, игрушка. Поздоровались, пообщались с роботом. Очень интересная, забавная. Нет, я услышала по радио, что появился робот. И думаю, заодно мы сходим, посмотрим животных и робота. Я, например, не буду, потому что я уже в таком возрасте, что мне сложно, а, наверное, дети мои будут пользоваться. И лучше в кассу. Специально для работы на улице разработчики усовершенствовали корпус робота, сделали его высокопрочным, водонепроницаемым и оборудовали антивандальным монитором. Екатерина Лободина, Николай Андреянов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова